Привет, народ! На связи с вами Серега. Ставьте лайки этому видео и сразу вас предупреждаю, что здесь будет очень мало практики, а будет больше объяснений. Так как по желанию большинства подписчиков я буду в этом видео объяснять, как работает скрипт нам каунт, который мы разрабатывали в прошлом занятии. Если вы не видели оригинал, где мы делали вот такую штуку, обратите внимание, мотаю вниз, появляются цифры, начинают считаться, то тогда в описании под этим видео вы найдете ссылочку на первое оригинальное видео, где создадите такую страницу. То есть сначала сделайте эту страницу, а потом уже смотрите это занятие. Итак, для тех, кто уже прошел первое оригинальное видео, вы тогда сейчас прямо в редакторе. Откройте, пожалуйста, у себя наш прошлый проектик, где мы делали вот этот самый скрипт. И здесь давайте мы сделаем вид vertical split, то есть чтобы у нас было две части, и сам скрипт нам каунт JS давайте мы перенесем в правую сторону. Вот так вот, то есть чтобы нам было более наглядно, и мне так будет проще объяснять. Так, теперь для чистоты эксперимента давайте мы приведем наш скрипт в изначальное состояние, которое я вам давал в начале прошлого занятия. Так, во-первых, убираем здесь переменную CC. Дальше, что еще мы делаем? Здесь мы убираем вот эту строку, это мы все дописывали, вы это и так должны знать. Дальше, вот тут мы, тут и тут, короче, вот это все мы тоже удаляем. Так вот, дальше у нас выполняется эта функция, вот это была в оригинале, здесь этот CC мы тоже удаляем. Так, вот все это остается, остальное, и вот это все дело, так, давайте я проверю. Так, так, да, вот это все дело мы с вами тоже должны удалить. То есть в итоге у вас должно получиться вот такая штука. Давайте мы проверим, вот функция тут начинается, здесь начинается эта функция, здесь начинается, так, этот метод. Хорошо. Итак, теперь сразу же сохраняемся, проверяем, работает или нет. Видим, все прекрасно работает, отлично. Так, и сейчас давайте мы еще уберем вот эту строку, вы тоже уже знаете, что она делает. Сохраняемся. И в стилях здесь давайте уберем вот этот opacity 0, то есть чтобы наши циферки, они появлялись. То есть мы просто сейчас убрали плавное появление. Видим, все работает. Отлично, теперь можем приступать к объяснению, как работает скрипт. Так, в правой части окна у вас должен быть открыт скрипт, в левой части файл index.html. Потому что будет все объясняться именно здесь. Так, теперь смотрите. Во-первых, что значит переменная time2. То есть при помощи ее мы указываем, сколько будет длиться накрутка цифр. То есть сейчас time2 2 секунды. Видим, за 2 секунды все накручивается. Если мы поставим здесь, например, 4, сохранимся и обновимся, то вы увидите, что наши циферки, они стали накручиваться заметно дольше. То есть уже накручиваются 4 секунды. Так, поэтому давайте мы здесь вернем назад. Я вам потом объясню, как высчитывается время. Дальше идем. Здесь у нас стоит значение counter, решетка counter, то есть идентификатор. То есть для всех, в общем, для вот этого идентификатора в коде у нас задается следующая функция. И здесь вот эта функция означает, что для всех дивов, которые находятся внутри идентификатора, будет выполняться вот этот код. То есть видим, у нас тут сколько всяких дивов, да. И вот эту функцию, если честно, если вы помните, я еще в первом занятии говорил, что этот код я нашел на просторах интернета. Вот эту штуку мы можем немножко облегчить. То есть вот эту функцию, например, мы можем с вами убрать. Так, и вот это тоже получается мы убираем. Так, а здесь вот этот решетка counter мы можем заменить на этот класс number. Давайте мы напишем точка number. Так, сохранимся и сразу проверяем. Видим, обновляю страницу, все прекрасно работает. То есть теперь вот этот весь код будет выполняться для всех дивов с классом number. То есть для этого, для этого, для этого, для этого, для пяти штук. Так, отлично. Теперь давайте разберемся суть, на чем работает вот этот вот самый скрипт. Суть заключается вот в этом методе, который называется setInterval. Давайте я, вы пока просто смотрите, не повторяйте за мной. Суть этого метода, вот я эту штуку сейчас удалю, видим, заключается в том, что он выполняет определенный код, вот этот вот много-много-много раз с определенной задержкой в миллисекундах. Пока он выполняет этот код до тех пор, пока не встретит условия очистки интервала. То есть у нас здесь переменной int задается параметр set, точнее метод setInterval, и он выполняется до тех пор, покуда не встретит клея интервал для переменной int. То есть вот тут он очищается и прекращается работа его. То есть дальше, смотрите, не знаю, как у меня получится нормально объяснить, то сразу надо со всего начинать. Поэтому давайте пойдем по порядку. Переменная i. Что она задает? Переменная i, мы изначально задаем ей единицу, и вот эта переменная, она выводится вот в этих дивах, то есть вместо ноликов она начинает выводиться в каждом из этих дивов. Если мы, например, сейчас здесь пропишем не единицу, например, четверку, то смотрите, что у нас будет. Я обновляю страницу, и обратите 0,4, видите, 0,4. Здесь 0,4. То есть сразу четверки подставляются. Давайте мы вернем назад единицу. Следующий путь это переменная num. Переменная num, в нее загоняется значение атрибута dataNum. То есть, например, давайте будем брать за пример вот первый див number, то есть сюда в переменную num для этого дива загоняется значение 10. То есть вот из этого атрибута оно берется. Видите, да? Загоняется значение 10. И еще переменная num, она выступает в двух ролях. Во-первых, при помощи ее высчитывается задержка, так, чтобы она ушла, ну, указанное количество секунд. Вот это все прокручивалось. И второе, это переменная num выступает в качестве контролера. Вот здесь, то есть она контролирует, сколько раз будет выполняться вот этот самый код. Опять-таки, позже вам все объясню. Теперь другой переменной. Переменная step, видим. Вот при помощи нее высчитывается задержка в миллисекундах таким образом, чтобы каждый вот этот вот блок выполнялся указанное количество секунд здесь. То есть, смотрите, задается значение 1000 умноженное на time. То есть, получается 1000, здесь 2, это 2000. И вот это значение делится на 10. Вот на это нам. И получается, если брать опять-таки первый пример, то значение изначально у step будет 200. То есть, вот здесь 200 миллисекунд получается. И дальше я вам буду объяснять, вы поймете, почему все упирается вот именно в 2 секунды, вот в нашем примере. Либо в 4, когда мы поменяем. Так, следующая переменная z. z, она используется для того, чтобы выводить i. То есть, вот здесь, видим, у нас выводится i при помощи переменной z. То есть, мы указываем, что вот для этого diva number надо поменять i. То есть, вот тут нолики, они постоянно будут меняться. И следующая, последняя переменная, это переменная int, в которой задается метод sendInterval, который постоянно выполняет вот этот код с определенной задержкой. И вот теперь смотрите, как это работает. У нас начинается работа скрипта, и сразу идет параметр if, сравнение. То есть, если i меньше либо равняется нам, опять-таки берем все на примере вот этого, вот этой штуки, первого нам. То есть, изначально у нас i равняется единице, нам равняется десятке. И смотрите, единица, если она меньше либо равно 10, то есть, это выполняется условие, то тогда вот эта единица выводится здесь, ну и во всех остальных наших div number. Дальше. То есть, так как здесь значение if выполнилось, значение else, оно не выполняется. То есть, if выполнилось, перебрасывается сюда, и наша переменная i увеличивается на 1. И теперь все возвращается, дальше идет задержка в 200 миллисекунд, и все возвращается на круги своя. То есть, теперь у нас уже i2, помним, оно тут увеличилось на единицу. И опять сравнение. Если 2 меньше либо равно 10, то есть, опять-таки, выполняются условия, то опять-таки наша переменная i выводится здесь. И тут уже, помним, у нас тут уже стоят единицы, и тут вместо их вырисовывается уже двоечка. То есть, вот так это работает. И опять-таки, else не выполняется, и увеличивается на единицу, и так получается идет все по кругу с задержкой в 200 миллисекунд. И потом, смотрите, последнее значение i равняется 10, проверяется меньше либо равно, ну, равно нашему нам. Опять-таки, заносится сюда, увеличивается на единицу, и последний круг сравнивается. И уже у нас 11, нам 10, помним. И если 11 меньше либо равно 10, то есть, это не правда 11 больше, то тогда выполняется уже else. И тут как раз-таки стоит очистка интервала, и наш метод setInterval, он перестает работать. Таким образом, здесь остается десятка. И вот теперь смотрите, каким образом достигается, что все вот эти div с классом number работают в течение двух секунд. Здесь у нас стоит значение 1000, здесь 2, 2 умножаем на 1200, ой, 2000, и делится на 10, 200 миллисекунд. И вот этот код для первого dataNum, он выполняется 10 раз. То есть, опять-таки, умножаете 10 на 200, получается 2000 миллисекунд. Помним, здесь задержка 200. И таким образом наш код выполняется 200 секунд. Если мы возьмем, за пример, 400, и получается 2000 разделим на 400, то смотрите, вот этот метод setInterval, вот для этого dataNum 400, он будет выполняться 400 раз, потому что здесь и будет изначально 1, а нам будет 400 равно. И он выполняется 400 раз, но уже не с задержкой в 200 миллисекунд, а с задержкой в 5 миллисекунд. То есть, он выполняется буквально, блин, сейчас я посчитаю. Так, 200 разделим на 5, в 40 раз быстрее. То есть, здесь цифры будут нарастать в 40 раз быстрее. И вот таким образом он высчитывает все значения полностью и увеличивает цифры. В одном случае он увеличивает медленнее, в другом быстрее. Однако здесь есть один большой недостаток. Смотрите, если мы здесь поставим, например, 1200, то он просто-напросто не успеет все это дело увеличить за пару секунд. То есть, за 2 секунды. Смотрите, я обновляю страницу и видим, здесь уже все посчиталось, а тут еще считается до 1200. То есть, поэтому здесь вот с этим глюком будьте осторожнее. Можно попробовать поставить, например, 10 секунд. Давайте мы выставим, обновим страницу и смотрим, успеет или не успеет. Так, я пока нажму на паузу. Так, видим, подходит к концу. Ну, почти успел за 10 секунд он насчитать 1200. Вот так, друзья. В общем, в принципе, я вам объяснил, как работает этот скрипт. Надеюсь, вам было полезно. И, пожалуйста, отпишите в комментариях, понятно я объяснил или не очень. Потому что первый раз объясняю, как работают скрипты. Надеюсь, что я объяснился понятно. Пожалуйста, что отпишите.